луа за 15 минут я буду использовать текст статьи которая писалась для сайта tyler naylon.com и русский перевод выполнен для сайта xgm.ru я немножечко поправил а с двойного тире начинается однострочный комментарий понятно что если мы хотим документировать строку то используем два тире если несколько строк открываем комментарий двойными тире и двойными квадратными скобками открывающимся и закрываем двойной тире двойные закрывающиеся скобки давайте поговорим про переменные в управляющей конструкции нам присвоить 42 переменные нам присвоить значение 42 все числа в луа представляют из себя числа с плавающей точкой и двойной точности этого достаточно для большинства проектов дальше переменная s присвоить в одинарных кавычках alternate мы присваиваем в переменную s строку alternate строки языке луа неизменны это означает что если вы какие-то ну изменить значит строку присвоить уже невозможно если вы хотите какие-то операции со строками там вырезание фрагментов склеивания строк производить то вам придется результат всегда сохранять какой-то новой переменной ну или старой перезаписываемое старое значение вот так здесь мы видим что переменная t присвоить строкам строка у нас в двойных кавычках далее вот флая интересная такая особенность есть что можно использовать двойные квадратные скобки строках в которых мы хотим сохранить переводы строк такие строки удобные например для вывода диалогов вот далее переменную t мы присваиваем nil это обнуляет переменную t и через некоторое время сборщик мусоров в луа освободит память которую занимала строка которая была у нас записана переменной t дальше блоки вот блок while do and пока нам меньше 50 исполнять вот этот вот блок здесь у нас идет а увеличение переменной нам на единицу ну и вот заметка что операторов плюс плюс минус минус или плюс равно в луа нет ничего страшно пользуем старый друг добрый переменная присвоить переменная плюс 1 блоки условия if then else if else and if если нам больше 40 тогда делай это в данном случае напечатай строку больше 40 else if это означает иначе если дальше идет условие иначе если переменная с не равно строчки в alternate ну мы видим что тильда равно обозначает не равенство в луа а равенство мы обозначаем помощью двойного равно можно использовать для строк и для у остального так ну вот мы видим что здесь мы сделали print строку а здесь и у райт стандартный вывод но мы вывод не переназначали поэтому вот эти вызовы двух функций и у райт и print они эквивалентны они выводят в консоль в данном случае так else иначе если все условия оказались сложными здесь else if можно еще несколько else if написать потому что в луа нет такой конструкции как switch case нам приходится все конструкции со сложными условиями писать с помощью if else if else так иначе здесь у нас идет комментарий что в луа все переменные глобальные да глобальные переменные не нужно никак обозначать определять просто в том месте где мы написали имя переменной присвоить тоже означая и означает что луа резервирует иски глобальных переменных место для переменной с минимум this is global присваивает туда пятерочку а если мы хотим что такое глобальная переменная глобальную переменную вы видите везде и внутри функции и вне функций внутри функции созданных внутри функций а если мы хотим создать локальную переменную могу сказать что это очень хороший стиль луа использовать по максимуму локальные переменные во первых вы не засоряете список глобальных переменных во вторых луа в первую очередь ищет переменные именно локальные поэтому в каких-то особо важных для производительности местах мы должны стараться использовать локальные переменные так что приучать себя объявлять перемены и так ключевое слово используем локал потом имя переменной присвоить ну а дальше мы вызываем какую-то функцию и значение присваивается переменную далее для соединения строк используется оператор две точки соединение это значит конкатенация и вот пример мы хотим вывести строка плюс какое-то значение результате должна получиться одна строка склеена из двух строк окно and and относится вот к этому ищу блок условия далее обнуленные переменные возвращают не ну вот мы тут обнуляли переменную ты присвоить не футана у нас обнуленная пустая так и дальше вот пример это не будет ошибкой переменной новой фу присваиваем значение нигде не объявленной тоже неизвестной переменной просто луа возьмет поищет у себя такую переменную на она в рай был в ней нил содержится так как она обнуленная не обозначенная нигде не инициализированная и присвоит этот нил переменной фу так дальше переменная и был белью присвоить фолз присвоили переменной значение ложь а в языке луа только типы нил и фолз возвращают ложь а например в отличие от других языков ноль и пустая строка возвращают true ну и вот пример условия если не переменная был вэлью тогда напечатай была ложь ну у нас был вэлью у нас фолз хранится нод отрицание если не фолз тогда напечатать фолз на экран у нас выведется что было фолз так ну и вот есть такое выражение в языках c и javascript других а вопросительный знак b двоеточие си и вот как она пишется записывается в луа это переменная присвоить эй вместо вопросительного знака напишем and значение которое получаем при истинности вот это переменной or значение которое должно должны получить при ложности вот это переменной вот ну данная строчка у нас в анс присвоит строку ноу дальше рассмотрим циклы цикл фор а ну мы видим даже не зная луа мы уже видим что знакомый цикл фор переменной кстати в циклах эти вот переменные хотя мы не пишем никакого ключевого слова local переменная и является локальной и вне этого цикла она уже становится неизвестным и и не увидим итак мы видим в цикле фор указываем диапазон и и единицы и конец диапазона до 100 делать делать счетчик читаем а складываем и от единицы до 100 именно карлсун если мы хотим считать с конца то мы должны добавить шаг шаг может быть кстати не целым может быть дробным он может быть кстати не отрицательным положительно вот мы вернем как было здесь цикл присваивает джей от 100 до единицы значение на частоту 99 98 если мы шаг делаем например двойка то будет у нас джей то потом 98 96 94 и так далее видно что цикл у нас записан в одну строчку так я хотел сказать что в стандартной реализации луа есть брейк знакомый вам по си и другими языкам если мы хотим выйти из цикла внутри какого-нибудь условия и закончить цикл то можно использовать брейк а никаких континью в стандартных реализациях нет так ну и вот цикл с пост условиям репит антилф пока это условие не равно истине выполнять тело цикла ну вот вроде пока все